всем привет сейчас мы поговорим про такой инструмент как сводка сводка это верхние уровневые данные которые нам быстро позволяет понять что же происходит с нашим проектом мы посмотрим на то что же такое сводка как они могут выглядеть как их создавать и какие полезные данные можно с помощью них получать и так сейчас я нахожусь в разделе сводка что же такое сводка представьте себе ситуацию что вы являетесь собственником бизнеса либо и вы являетесь руководителем вам очень часто нужно понять здоровье вашего продукта здоровья вашего проекта например вы хотите просто очень быстро с помощью пару кликов зайти в индекс метрику и понять растет ли у вас объем покупок или очень быстро понять каких источников трафика с рекламы либо с органики вы получаете больше всего заказов вы не хотите углубляться в каждый отчет вы хотите очень быстро в понедельник утром заходим сводку и видим что отлично вот такой у нас объем заявок заявок становится больше и сводка это приборная панель которая позволяет понять очень быстро ключевые показатели нашего бизнеса мы сейчас попробуем создать свои сводки и поймем как же они могут использоваться во первых здесь уже есть настроенные сводки по умолчанию есть сводки которые показывают динамику есть сводки которые показывают просто показатель какой-то есть сводки показывающие распределение то есть существуют разные типы сводок это табличный вид это динамика это структура то есть пирог и какой-то показатель мы можем либо использовать существующие сводки и опираться на них но очень часто мы хотим сделать какую-то свою собственную сводку и какой-то показатель который важен непосредственно нам, для нашего бизнеса. Давайте попробуем создать свой собственный виджет. Виджет — это то, что мы увидим здесь, как будет отображаться наш показатель в этой сводке. Первое, что очень часто мы хотим сделать, мы хотим просто понимать в динамике, растут ли у нас заказы, растет ли у нас объем заявок или не растет. Давайте попробуем это сделать. Нажимаем «Создать виджет». И первое, что мы с вами видим, это тип нашей сводки, то есть какого рода она должна быть. Если мы хотим ответить на вопрос, а растет ли у нас динамика и объем заявок на конкретно этом сайте, то я рекомендую использовать именно «Линия». «Линия» — это тот формат визуализации, который показывает некие тренды. Давайте выберем «Линии». И что я вижу? Я вижу три колонки. Первая колонка — это «Основное». Вторая колонка — это «График». И третья колонка — это «Сегментация». Давайте разберемся с тем, что это вообще все означает. Первое — это название. Давайте назовем этот виджет. Назовем мы его «Динамика заявок». Второе. Мы можем отображать на графике две сущности. Первая сущность — это метрика. Мы можем просто показать, насколько у нас эта метрика, соответственно, растет или падает. Но кроме того, мы этот график еще можем донасытить и дополнить не просто каким-то показателем, а, например, если мы выберем значение группировки, то мы сможем этот график декомпозировать уже по каким-то параметрам. Например, растет ли у нас объем заявок по конкретной рекламе или по прямым заходам, или по поисковым системам. То есть если нам важно не просто посмотреть тренд в среднем нашем проекте, а добавить какую-то группировку, например, растет ли у нас объем заявок с мобильных устройств. Мы можем добавить такого рода группировку, например, выбрать здесь тип устройства, и таким образом мы будем понимать тренды непосредственно не в целом по сайту, а по каким-то параметрам. Но в данном случае давайте остановимся просто оценить, растет ли у нас в принципе объем заявок. Что мы видим? Мы видим, что мы можем отображать разные сущности, например, визиты, просмотры, внешние переходы, но в данном случае нам нужны именно визиты, чтобы в будущем посмотреть целевых посетителей, именно те люди, которые оставляют заявки. Что еще? Цель — это важнейшая область, на которой мы сейчас остановимся. В данном случае мы видим просто метрика визиты, то есть заходы, растут ли у нас динамики заходы. Но мы же с вами уже сказали, что мы хотим видеть не просто заходы, а мы хотим видеть полезные действия в нашем бизнесе. В данном случае полезное действие — это, конечно же, цель, и у нас уже ранее была настроена цель, и мы ее должны выбрать. Я знаю, что она находится в разделе ретаргетинговые, и я выбираю именно заполнение формы. Что мы здесь видим? Мы видим динамику по конверсии, то есть динамика по проценту пользователей, которые в итоге оставляют заявку. Но если я хочу видеть не конверсию, а если я хочу видеть уникальное количество людей, которые оставляют заявку, мне нужно зайти в раздел «График» и выбрать в качестве линии не конверсию, а я стираю конверсию, и выбираю целевые посетители. Напомню, что целевые посетители — это уникальные пользователи, которые достигли моего цели. Я хочу видеть информацию в уникальных людях, люди, которые оставили заявку. Я выбираю целевые посетители, и таким образом график уже будет показывать количество людей, которые оставили заявку. И это мне важно. Но я могу в будущем создать график по конверсиям, никто не запрещает этого сделать, просто для текущей задачи я хочу выбрать именно целевые посетители. В будущем вы узнаете про такой важнейший инструмент, как сегментация. Например, мы можем использовать не в принципе, а количество людей, которые оставляют заявку, а только взять тех людей, которые оставляют заявку с мобильного устройства, или люди из определенного города. Например, посмотреть, как у меня растет объем заявок из Москвы, потому что мы запустили там федеральную кампанию в Москве. В данном случае я не буду выбирать сегмент, мне нужны все люди, которые оставляют заявку. Я нажимаю кнопку «Создать», и что мы видим? Мы видим, что появилась сводка, появился виджет, динамика заявок. Я теперь могу посмотреть на него, навести мышкой на эту сводку и посмотреть прям в каждый день, сколько у меня заявок. Могу посмотреть за период, сколько у меня всего заявок за тот период, который выше я здесь выбираю. Что еще важно знать про сводки? Очень важно понимать, что сводки можно перемещать. То есть я могу взяться за квадратики, кубики, и таким образом эти сводки я могу тащить выше и перемещать их просто для меня в более удобный вид. Могу их переместить в самое начало моей сводки, чтобы первым виджетом была именно динамика по заявкам. Давайте попробуем это сделать. Я сейчас перещелкиваю. И таким образом вы сейчас можете заметить, что первый виджет здесь – это динамика заявок. Что я еще могу делать? Я могу какие-то заявки удалять в принципе из моей приборной панели, если мне это правда не очень важно. Например, я понимаю, что мне сейчас не так важно смотреть динамики объем новых посетителей. Что я могу сделать? Я нажимаю на шестеренку и либо я могу существующую сводку просто изменить, выбирая нужный мне параметр, либо я могу просто нажать на корзину, и таким образом я эту сводку удаляю. Очень важно настроить приборную панель под себя. Отобразить именно те показатели, которые критически важны именно для вашего бизнеса, чтобы вы разово заходили в проект и смотрели на ключевые метрики. Итак, мы с вами построили виджет, который показывает динамику по заявкам. Но что, если я хочу добавить еще одну очень важную информацию? Я хочу понять, очень быстро зайти в сводку и посмотреть, какие источники трафика приводят чаще всего заявки. Как же это сделать? Давайте нажмем на кнопочку «Создать виджет». И какой же виджет мне был здесь полезен? В данном случае, если я хочу посмотреть распределение объема заявок по источнику трафика, то это, конечно же, круговая диаграмма. Я ее выбираю. И таким образом я вижу два столбца. Столбец номер один — это основное. Столбец второй — это сегментация. Давайте начнем с первого столбца. Основное. Что же здесь есть? Во-первых, давайте назовем наш виджет, чтобы нам было понятно. И назовем его «Источники и заявки». Таким образом будем понимать, о чем же этот виджет. Что мне нужно? В качестве статистики я таким же образом выставляю визиты. И, опять-таки, выбираю цель. Мы говорим о том, что нам нужны не просто пользователи, а нам нужны те люди, которые оставляют заявки. Поэтому я нажимаю «Выберите цель» и выбираю нужную цель, которая у меня уже ранее настроена. Заполнение формы. Супер. Но сейчас диаграмма показывает нам метрику конверсию. А что, если я хочу посмотреть просто количество людей, которые оставляют заявку, хотя конверсия тоже может быть очень полезной информацией. Что я делаю? Я выбираю место конверсии, я указываю целевые посетители, те люди, которые действительно оставили заявку. Супер. Теперь я вижу, что подавляющее большинство людей в этом проекте оставляют заявку с рекламы. И если я собственник или руководитель в этом бизнесе, то это является очень полезной информацией на старте, чтобы понимать вообще, из чего же состоит продажа в этом бизнесе. Что в данном случае это реклама, и это может быть полезно. При этом, что же важно? Важно, что мы можем менять группировку. Мы здесь видим просто группу, переходы по рекламе, переходы из поисковых систем. А что, если я хочу видеть не просто группы, а хочу видеть прям конкретный инструмент, который генерирует больше всего заявок? Я могу изменить группировку, нажимаю источник трафика, и выбираю здесь не просто источник трафика, а источник трафика детально. Таким образом, я детализирую ту группу, которая была. И теперь я вижу, что реклама в Яндекс.Директе приводит больше всего заявок конкретно в этом проекте. Я могу посмотреть, какие еще другие инструменты приводят здесь заявки, и тоже справляют ряд выводов, почему такой маленький процент, можем ли мы этого сделать больше и так далее. Я нажимаю кнопку «Создать», и виджет опять появился в самом конце нашей приборной панели. Я также могу поднять этот виджет наверх, чтобы я сразу мог видеть, с какие каналы генерят мне заявки. Что еще я могу сделать? Давайте попробуем оставить, выбрать показатель, который бы показывать просто конверсию, без динамики, без распределения, просто очень важная метрика, которая показывает нам, какая у нас конверсия сейчас в нашем сайте. И как же это можно сделать? Я нажимаю «Создать виджет», и нажимаю «Показатель». То же самое, у нас есть колонка «Основное», и у нас есть колонка «Сегментация». Давайте назовем виджет как? Назовем его «Конверсия в заявку». Таким образом, у нас также есть статистика по визитам, и я могу также выбрать цель. В данном случае я опять выбираю цель, которая нам уже знакома, это заполнение формы. И в качестве метрики уже по умолчанию выбрана «Конверсия». Это тот показатель, который я могу смотреть, и который будет показывать мне, какая прямо сейчас за период конверсия в моем проекте. То есть в зависимости от того, какой период я выбираю здесь, я могу посмотреть, какая сейчас конверсия в моем проекте. Кроме того, здесь есть небольшая динамика, которая может быть нам полезна, поэтому виджет показывает не только сам показатель, но еще можно увидеть некие тренды, как конверсия изменяется. Виджет я могу опять-таки перетащить вверх. Какие виджеты я рекомендую настроить? Я всегда рекомендую настраивать виджеты, которые показывают нам пульс нашего бизнеса. Сколько всего у нас заявок? Растет ли у нас объем заявок или не растет? Какие инструменты приводят больше всего заявок? Какие инструменты приводят меньше всего заявок? Если у нас сейчас фокус, например, это вырастить конверсию у мобильных пользователей, то мы можем создать виджет, который будет показывать конверсию, но если мы нажмем на шестеренку и нажмем в раздел «Сегментацию», то мы можем указать сегмент только тех людей именно с мобильных устройств. Давайте попробуем это сделать. Вот что очень часто бывает в проекте «Кейс», когда мы должны вырастить конверсию нашего бизнеса только на мобильных устройствах, работая над посадочной страницей, адаптируя ее. Что же я делаю? Я выбираю сегментацию, я выбираю для людей, у которых, и добавляю условия, ищу здесь устройство, и мне важны только те люди, которые заходили на сайт с мобильного устройства. Отлично, я выбираю смартфоны, нажимаю «Применить», и таким образом на этот виджет будет применяться сегмент мобильных пользователей. Крузится, отлично, увидели, нажимаю «Сохранить». И теперь, если моя ключевая задача – растить конверсию мобильных пользователей, то я могу смотреть на этот виджет, могу его переименовать, что это мобильная конверсия в заявку, и отслеживать по периодам. Я также могу сделать такой же сегмент уже в динамике, чтобы видеть не просто показатель, а в динамике чуть более подробно, растет он или падает. Резюмируем этот блок. Сводка – это приборная панель, которая позволяет очень быстро понять, что же сейчас происходит с бизнесом. Растут заявки, не растут, растет ли объем продаж или не растет, какая сейчас конверсия в нашем бизнесе. Необходимо под себя, под свой проект настроить сводку, чтобы ментально получать необходимую для себя информацию. Поэтому настраивайте сводку перед запуском рекламной кампании, и таким образом понимаете ключевые метрики вашего бизнеса, и на базе этих метрик вы можете делать выводы. В этом уроке вы познакомились с таким понятием, как сводки. Вы узнали, что же такое сводки, зачем они нужны, какие данные мы можем складывать в сводки. Таким образом настраивайте сводки под своего проекта. Понимаете очень быстро, что у вас происходит с трафиком, растут ли у вас заказы, растет ли у вас конверсия. Сводки — это некий пульс, который позволяет мгновенно зайти в Яндекс.Метрику и понять, что с вашим проектом у вас все хорошо.